Жители Куэты ждут автобус, как дождь в зной. Он здесь ходит один-единственный, девятка. Ждать его на остановке, по словам местных, приходится по три часа. А ведь населенный пункт не просто в черте города, недалеко от улицы Попова. Постоянно не уехать ни в поликлинику, ни в школу детей, ни в садик. Представляете, мы каждый раз, чтобы уехать на работу или приехать, такси к нам не хотят ездить. Они задирают цены ужасные. С силикатного ежедневно я хожу пешком, каждый божий день. Потому что то я не попадаю по времени, но даже если я попала по времени, нет транспорта. Сколько это в километрах? До Куэтинской остановки два, что-то прям с копейками. По контракту в микрорайон должны ходить три автобуса с интервалом не больше, чем в час. Но на деле зимой не все машины выходили на линию, поскольку регулярно возникали поломки техники. А в теплый сезон, хоть к этому времени и закупили новые машины в лизинг, возникла другая проблема. Люди считают, что перевозчик часть машин перевел на другие, дачные, более прибыльные маршруты. У этого перевозчика еще есть садоводческие маршруты, практически все. И ему получается выгоднее пустить туда газель, чем на нашу девятку. Однако сам перевозчик объясняет, что временная проблема возникла по другой причине. Ходят два автобуса, и это последние 4-5 дней проблема. Один водитель умер и была в жара под 30 градусов. Водители все возрастные давления. Медики не всегда выпускают водителей. Поэтому бывают перебои. Регулярность по договору должна быть не менее 80%. Она у нас от 85 до 96. Перевозчик заверяет, что к работе на его маршруте у администрации города никогда не возникало нареканий. И обещает, что проблема решится уже завтра. Компания приняла на работу еще одного водителя. Местные жители говорят, что решение проблемы готовы подождать. Но терпение уже на исходе. В крайнем случае они намерены обращаться в суд, прокуратуру и приемную президента. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.